В своем послании на роду Казахстана глава нашего государства Душантан Абишевич Назарбаев поставил задачу по созданию качественных и безопасных условий жизни для населения через реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В целях реализации этого поручения правительством в текущем году была разработана и утверждена программа модернизации ЖКХ на 2011-2020 годы. Программа очень масштабная, об этом свидетельствуют даже цифры общей стоимости средств, направляемые на эти мероприятия. Порядка 2,5 триллиона в тенге за 10 лет. В ходе реализации этой программы планируется модернизировать более 30 тысяч километров инженерных сетей. То есть это сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения и так далее. Уменьшить долю жилых домов многоэтажных, подлежащих капитальному ремонту с 32 до 22%. 170 тысяч сегодня жилых домов находятся в городских населенных пунктах, из которых треть требует капитального ремонта. Причем это не просто идет разговор о технологическом ремонте, о финансовом подходе и так далее. Речь идет о качественно новом подходе к жилищным отношениям. Поэтому в данной программе поставлена задача по формированию новой оптимальной модели жилищных отношений. Что это значит? Это значит новый подход к финансированию работ по капитальному ремонту жилых домов. На первом этапе государство за счет кредитных ресурсов помогает населению. Но учитывая, что жилые дома являются частной собственностью граждан, эти деньги будут на возвратной основе, на щадящих льготных условиях. Кроме того, государство будет помогать своим гражданам тем, у которых доля затрат на ремонт, на содержание, на уплату коммунальных услуг будет превышать, допустим, 10% от совокупного дохода. В виде жилищной помощи выплачиваем за счет средств бюджета. Кроме того, формирование оптимальной модели жилищных отношений предполагает законодательное разделение функций по управлению и содержанию жилищным фондом. То есть управление жилищным фондом будет осуществляться отдельно от функций по содержанию капитального ремонта. Капитальное ремонт и содержание будут оказывать сервисные услуги. Такое законодательное разделение уже предусмотрено действующим законодательством, в которые были внесены летом этого года соответствующие изменения и дополнения. Жилищно-коммунальное хозяйство само является существенной отраслью экономики. Достаточно сказать, что порядка триллиона тенге поступают за оказанные коммунальные услуги ежегодно в Казахстане. То есть это огромный рынок сбыт для наших предпринимателей, для наших предприятий производственных, сервисных, инновационных и так далее. Здесь могут найти приложения для своих усилий многие предприятия, действующие в рамках карты индустриализации государственной программы форсированной индустриальной инновационной развитии, либо получающие кредиты в рамках дорожной карты бизнеса 2020. Это и производство фурнитуры, производство труб, производство лакокрасочных изделий, других теплоизоляционных материалов, проведение строительно-монтажных, ремонтных работ, оказание сервисных услуг, внедрение инновационных достижений и так далее. Все это возможно на путях внедрения самых современных достижений науки и техники, которые имеют сегодня не только Казахстан, но и ведущие зарубежные страны. Для этого надо будет внедрять в жилищно-коммунальное хозяйство систему восприимчивости к инновационным достижениям, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. В этом направлении как раз ведется работа в рамках данной программы.